Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фомина. Главные темы выпуска. Рассказали о бюджете. Главный финансовый документ города Ахтубинск представлен на публичных слушаниях. Хочешь быть дизайнером? Приходи учиться. Ахтубинский филиал Астраханского художественного училища объявляет о наборе студентов на следующий учебный год. И ароматные разносолы. Порадовать близких и гостей Ахтубинцам предлагают изготовители местной пищевой продукции. Сегодня отмечается День Конституции России. 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием. В 1994 году указами президента Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником и нерабочим днем. Спустя 10 лет Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации. Из 2005 года День Конституции перестал быть государственным праздником и красным днем календаря. Его перевели в разряд будней и простой памятной даты. Ну а на днях Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о бюджете страны. Бюджет принят с дефицитом. На 2017 год он составит почти 3 триллиона рублей. Доходы бюджета заложены на уровне 13,5 триллионов, а расходы превысят 16 триллионов рублей. Объем доходов бюджета на плановый 2018 год предполагается в размере 14 триллионов рублей, расходов чуть более 16 триллионов рублей. Таким образом, дефицит немногим превысит 2 триллиона рублей. На 2019 год объем доходов приблизится к 15, а расходов к 16 триллионам рублей. Теперь о местном городском бюджете. На прошлой неделе состоялись публичные слушания по проекту главного финансового документа муниципального образования города Ахтубинск на 2017 год. Были озвучены основные параметры бюджета и статьи, на которые администрация города планирует потратить бюджетные деньги. Сергей Луцов с подробностями. Несмотря на незначительное количество присутствовавших в зале и отсутствие депутатов городского совета, которым предстоит рассматривать и утверждать проект бюджета на 2017 год, Галина Вишняк озвучила основные характеристики бюджета муниципального образования города Ахтубинск на следующий год. По доходам 192,6 миллиона рублей, в том числе безвозвездные поступления из районного бюджета 30 миллионов рублей, по расходам 208,84 миллиона рублей, дефицит бюджета в сумме 16,3 миллиона рублей или 10% от доходов собственного бюджета. И ответила на вопросы. Какой процент сейчас дохода идет в городской бюджет? Ну, имеется в виду, вот сколько вы заработали и какой доход. Почему? Раньше я помню, когда я только пришел, еще только-только, это было в 2005 году в район. Ну, вот, еще первый год я захватил, когда мы обсуждали бюджет, значит, нам шло 62% от заработанного. 3% в город идет, это спасибо родине нашей родной. Считай, 10% НДФЛа, это 1,3% от того, что заработали, так? Вот, земельный налог, акцизы идут 0,514% от акцизов, заработанных на территории города. 0,514%. И сообщила тревожную тенденцию по формированию доходной части бюджета по НДФЛ. Вот, единственное, у нас НДФЛ хороший, это, скажем так, тоже спасибо, что дает гарнизон, где-то... Гарнизон сейчас дает, раньше тоже что-то перерыв был какой-то, что-то они... Москва им платила. А вы знаете, на 2017 год снова Москва хочет забрать вот это все. Сейчас вносится изменение в Налоговый кодекс 226 статью, пункт, по-моему, 7.1, где гласит, что единые расчетно-кассовые центры, которые расположены на территории в сегодняшний день в Москве, здесь же становятся на учет как налоговый агент. А что это значит? Он стал в Москве на учет как налоговый агент, и все начисления, которые он проводит по военнослужащим Астраханской области и Мурманской, эти налоги должны остаться по месту регистрации единого расчетно-кассового центра. То есть в Москве? То есть в Москве. Серьезной статьей дохода в предстоящем году может явиться работа по оформлению и продаже участков в центральной части города в соответствии с российским законодательством. Мы на 2017 год планируем получить доходы от продажи земельных участков. Мы же сейчас оформили муниципальную собственность и исправили кадастровую ошибку по центральной части. То, что мы сейчас хотим сделать, оформить, если вы видели форум, мы хотим все-таки предпринимателей помочь, заставить, направить кого как, чтобы все оформили земельные участки под своими... ...помещениями, зданиями, под своими объектами. Галина Вишняк озвучила долг управляющей компанией «Центр» перед муниципалитетом в размере 50 миллионов рублей, надежда которой вернуть призрачна и коснулась расходной части проекта бюджета. Самое основное, на что мы планируем, это у нас коммуналка на 2000, коммунальное хозяйство 79 миллионов 500, 2000, то есть из... А конкретно на дороге сколько? На дороге у нас 16 миллионов 200, из этих 16 миллионов 200 рассказывает улица Жуковского от Иванова-Тоциалковского, улица Гужвина, улица Заводская, Волгоградская, 2 миллиона на ямочный ремонт. Это то, что мы планируем на 2017 год. 300 тысяч стройконтроль по дорогам. В проекте бюджета, как сообщил докладчик, запланированы финансовые средства на обустройство поселка Петропавловка. В 150-летие Петропавловки мы хотим на 5,5 миллиона обустроить набережную, там называемую набережную, кусочек напротив ДК Речников, чтобы там была вот такая точка культурная, а потом дальше потихонечку наращивать. Публичные слушания затронули интересные моменты проекта городского бюджета на 2017 год. По информации представителя Совета Ивана Ивановича Семенова, в настоящее время депутаты и депутатские комиссии работают над проектом, вносят свои предложения и коррективы, и на очередном заседании Совета 28 декабря намерены обсудить и принять проект бюджета на 2017 год. В пятницу в районной администрации прошли общественные слушания по вопросу дальнейшей судьбы Ахтубинского телевидения. Поддержать местный телеканал пришли более сотни ахтубинцев. Зал не смог уместить всех желающих. Глава Ахтубинского района Виктор Ведищев подробно представил схему функционирования телестудии в рамках создаваемого муниципального унитарного предприятия Ахтубинский медиа-центр. Новую организационно-правовую форму существования канала заставляют искать изменения в бюджетном кодексе. К сожалению, в законности новой структуры усомнились районные депутаты. И две недели назад на очередном своем заседании не приняли данный проект. Позже депутатами стал рассматриваться вариант о переходе Ахтубинского телевидения в статус филиала ООО «Астраханский региональный канал Астрахань-24». С опыта, с практики, филиалы – это всегда как пасынки. А в это наше непростое, неспокойное время, с учетом финансирования, а я знаю, поверьте мне, состояние областного бюджета, я очень сомневаюсь, это очень большие сомнения, а здесь сомнений быть не должно, что это телевидение потом скажет, а нам оно типа не нужно. И я очень боюсь, прямо хочу сказать, боюсь, что это телевидение попадет в частные руки. Канал должен остаться муниципальным, родным, не уходить под чужое крыло, тем более не попасть под влияние частных структур. Это решение единогласно поддержали все присутствующие в зале Ахтубинцы. И сегодня состоялось заседание согласительной комиссии при районном совете. В ее работе приняли участие депутаты, специалисты администрации, руководители АТВ-центра и газеты «Ахтубинская правда». В ходе обсуждения члены комиссии выработали совместное видение формы существования местного телеканала. Окончательное решение будет приниматься на заседании совета в следующий четверг. В декабре этого года исполнилось 125 лет со дня рождения Александра Родченко. Конструктивиста, фотографа, одного из первых дизайнеров в СССР. В памяти советском живописце в районном историко-крывическом музее собрались педагоги и студенты художественного училища имени Власова, а также учащиеся первой школы. Школьникам, которые еще не определились с выбором профессии, рассказали о возможностях училища, особенностях обучения, а также о перспективах, которые ждут студентов, по его окончанию рассказывает Ольга Лемайкина. Ахтубинскому филиалу Астраханского художественного училища имени Власова исполнилось 20 лет. Обучение филиалей изначально проводится по двум дисциплинам – живописи и дизайн. Последнее направление и стало центром внимания собравшихся в историко-крывическом музее. Профессия дизайнера в Ахтубинске с каждым годом все больше и больше становится популярной. На отделении дизайн развивают ассоциативно-образное мышление, изучают закономерности оформления интерьера, экстерьера. Графический дизайн, основы компьютерной графики – это и многое другое. Собравшиеся узнали из видеоролика, который переместил их всех в училища, где каждый день рождаются новые идеи. 20 лет активной и плодотворной работы. За эти годы из тел художественного училища выпустились 118 специалистов. Больше половины из них получили высшее образование и работу в учреждениях культуры и искусства. Остальные выпускники так или иначе связали свою профессию с художественными способностями. Студенты художественного училища применяют полученные знания на производственной практике. Руками выпускников сделан вот этот исторический макет, который попадает в поле зрения посетителей музея. К слову, студийные тумбы в нашей телестудии выполнены мастерами этого же училища. О том, где можно реализовать свой потенциал непосредственно при выпуске, рассказали представители действующих актуальских рекламных агентств. Анна и Елизавета Гусева – яркие студентки филиала. Внешний вид демонстрирует их уникальность и креативность. Свои творческие способности они применяют во всех сферах. Дома, да, почти сразу сделали перестановку в своей комнате, пересмотрели план маминой комнаты, собираемся делать ремонт, потому что просто, когда ты сам креативный человек, не хочется, чтобы тебя окружала обыденность. Вот, так что работаем везде, не только в училище, но еще и дома. Бесконечно увлеченные своим делом студентки рассказывали о многочисленных плюсах их будущей профессии, ее возможностях. Дизайнерская деятельность сестер началась от большой любви к чтению и рисованию. Мы любим читать, и в один момент мы поняли, что некоторые моменты из книг мы видим немного по-другому, чем представляется на официальных изображениях. И мы решили попытаться это воплотить. А потом узнали для себя профессию листадок. И даже если мы не сможем стать иллюстраторами, мы сможем выбрать для себя все, что угодно с легкостью, потому что именно в нашем училище, например, нас обучают сразу всему. Мы обучаемся и шрифту, и вот макетированию, и 3D-графике, и компьютерной графике, то есть рисунок, живопись. Мы выйдем оттуда полностью подкованными, как художники, и как дизайнеры. Поэтому для нас все дороги открыты. В следующем году Ахтубинский филиал Астраханского художественного училища объявляет о наборе студентов. В основном коллектив преподавателей – это выпускники филиала. Среди них Ольга Баркунова, которая обучает студентов дизайнерской деятельности. Мастер своего дела, как бы это банально ни звучало, отмечает, один из самых важных критериев для зачисления на отделение – это желание учиться. В свою очередь педагоги обеспечат абитуриентов необходимыми знаниями для поступления в высшее заведение. На дизайн приходит намного больше детей, будущих студентов, абитуриентов. Потому что дизайн – профессия модная, креативная. Мы даем базу, у нас широкий профиль именно изучения, мы им агетируем, мы занимаемся графическим дизайном, мы занимаемся интерьером и экстерьером. И по окончанию художественного училища они выбирают свой профиль в высшем учебном заведении, поступают и на интерьер, на экстерьер, становятся архитекторами, становятся визажистами, становятся программистами именно медиадизайном. Получается, что училище – такой стартовый этап в будущей профессии дизайна. В завершение встречи специалисты Центра занятости для определения своих способностей пригласили актузерских школьников пройти компьютерную диагностику. Мне интересна профессия дизайнера. Я вообще хотела после 9 класса в 2017 году поступить на отделение дизайнера. И поэтому мне сегодня было интересно. Капустка хрусткая, ягода арбузная, соленые и вкусные. И, конечно, огурцы, как всегда, молодцы. Выручают нас и зимой, и весной, когда на столе горячая картошечка, а к ней обязательно хочется домашних разносолов. И даже если в погребе с закрутками не густо, не беда. В местных магазинах есть продукция Ахтубинского РПО. Кто пробовал, тот знает. А для тех, кто еще не успел вкусить и насладиться гастрономическим разнообразием, наш следующий сюжет. На дворе мороз трескучий, на столе арбуз вкуснючий. И это вовсе не шутки. Самую крупную ягоду, арбузную, купить посреди зимы можно в магазинах города и района. Причем не только целиком, но и порезанную на кусочки и упакованную в удобный контейнер. Покупать их нужно сразу два. Один – контейнер себе, второй – друзей порадовать. Ароматный, соленый арбуз – отличный подарок к новогоднему столу. Место ему рядом с селедочкой, традиционно одетую в овощную шубку. Селедка то ли наша, российская. При достаточно низких температурах она солится. То есть селедка вкусная, качественная. Ахтубинские разносолы – яркие, сочные, ароматные и, что особенно приятно, с натуральными консервантами. В составе овощи, соль, пряности. Не столько маринады, сколько квашения. Это и капусты, и помидоры, и огурцы. Поставщики углеводов, минералов и витамина С. Аппетитны и низкокалорийны. Хрустеть со вкусом можно каждый день. Вся продукция декларирована, полностью декларирована. Везде проведено лабораторные исследования. Старинная форма, та, которая отработана веками уже. Это просто квашеная, обычно квашеная продукция. То есть, неаринованные, где добавки различные, непонятные. Как говорится, то, то, другое. Здесь все естественно, натурально. То, что выращено у нас на нашем огородах, как говорится, на наших полях. Слегка огорчить придется только любителей баклажанов. К настоящему моменту соленья из них уже закончились. Словом, синенькие можно уже и не спрашивать. А вот красненькие и зелененькие радовать будут долго. Запаслись ими на всю зиму. Все по несколько тонн, до десятка тонн. Огурец соленый, также до пяти тонн помидор красный, соленый. Есть зеленый, тоже соленый. Арбуз более восьми тонн. Кроме цельного арбуза, мы стали готовить резаную. Непосредственно на дольках и технологию другую внедрили уже. Тоже защитили ее. И на данный момент мы продали, ну, с учетом, конечно, будем говорить, Волгоградской оптовой сети, Волгоградской оптовой сети, уже более двух с половиной тонн опрокинули мы именно резаного арбуза. Жители сел все снабжены данной продукцией. Вот буквально все, где расположены наши магазины. Часть работает предпринимателей. По городу тоже порядка 15 у нас предпринимателей, которые берут, чаще всего берется капуста, огурец, помидор. Разносолы радуют, потому что согревают. Цветом, вкусом и, конечно, любовью. Вложенные в них создателями продукции, которые желают ахтубинцам непресных будней и разносоловых выходных в меру и в удовольствие. Святая Блаженная Старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых 20 века. Еще при жизни к ней за помощью и поддержкой обращались тысячи православных христиан. Почитание святой продолжается и после ее кончины. По молитвам к ней совершаются многие чудеса. К святой обращаются с молитвами о крепости брака, рождении детей, в болезнях, а также в самых различных жизненных ситуациях. Ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской на этой неделе прибудет в Ахтубинск. Все желающие помолиться и получить особую благодать Святой Блаженной Матроны могут прийти, мощи будут находиться в Кафедральном соборе Владимирской иконы Божьей Матери города Ахтубинска с 18 по 22 декабря. Святая Блаженная Матрона Московская стержала особую благодать перед Господом Богом, потому что ее несение креста тяжелое было, ее молитвы, ее подвиги, которые она непрестанно совершала перед Господом. Когда мы с вами прикладываемся к мощам сей угодницы Божией, мы непосредственно прикасаемся к ее благодати, которая пребывает и сейчас. Святой Блаженной Матроны Московской обращается совершенно в разных случаях и обстоятельствах. Ну, конечно же, это в семейных нуждах, в семейных какие-то прошения, сложностями по работе какие-то, в службе Святая Блаженная Матрона Московская помогает. А в настоящее время мощи Блаженной Матроны Московской находятся в Покровском монастыре города Москвы. И множество-множество народа притекает к святым мощам. Огромные очереди стоят. А мы с вами имеем уникальную возможность непосредственно здесь, в нашем городе, помолиться, приложиться, непосредственно прикоснуться к ее святым мощам и получить ту благодать, которая истекает от ее мощей. На сегодня это все новости, кроме погоды. Свежий прогноз от синоптиков сразу после нашей программы. Удачной рабочей недели. До встречи.